Увидела, как на противоположной стороне обочины собака неестественно легла, то есть она упала. Я его непосредственно близко не видела, но вот было понятно, что что-то не так с собакой. Развернулась, поехала посмотреть, оказалось, что собаку сбила машина. У собаки было сильное кровотечение, была поломана лапа, там еще велосипедист подошел. Мы стояли, думали, что делать. Набрали телефон службы спасения, объяснили ситуацию. Ребята выехали очень быстро, потому что собака большая, опыта нет с такими собаками. Я бы ее даже отвезти могу, но я бы даже не погрузила, просто страшно было, потому что собака большая, может быть в шоковом состоянии отреагировать как угодно. В битклинике СОС сделали капельницу, первую противошоковую помощь. Собака очень плохо дышала, была большая кровопотеря, и больше даже не за лапу переживали, а за состояние дыхания. Ребята из СОС увидели на ухе клеймо, нашли клуб, в котором зарегистрирована собака. Клуб, в свою очередь, вышел на заводчика этой конкретной собаки, и заводчик уже сообщил хозяину. То есть хозяина мы нашли где-то в течение 3,5-4 часов, после того, как собака была сбита. Собаку получилось спасти именно из-за того, что было все очень быстро. То есть от момента того, как животное сбили, до момента, как ему оказали противошоковую помощь, мы понимаем, что прошло примерно минут 25. То есть в Фейсбуке сделали публикацию, очень много людей откликнулось. И также мы нашли, кто сбил собаку, отписалась девочка, она была пассажиром такси, которая сбила эту собаку. Она просила таксиста оказать помощь, таксист отказался помочь. То есть пассажир просила помочь собаке, таксист отказался. Мы обратились в полицию, составили полностью протокол ДТП, и также хозяева написали заявление в милицию по поводу того, что таксист отказался помочь собаке. Он оставил ее в опасной ситуации. А это у нас квалифицируется как 299-е жестокое обращение с животным. Я надеюсь, что все-таки получится его привлечь к ответственности. Огромная просьба ко всем на ошейниках своих животных. Пишите номер телефона. То есть в случае какой-то ситуации, если у вас собака сбежала или как-то вырвалась, выкрутилась, то есть у нас будет возможность просто это дело быстрее решить, просто позвонив хозяину по номеру. Это дети. Фактически это дети. Притом, если ребенок, да, он растет, он становится самостоятельным, то животное фактически всегда твой ребенок. Вот сколько оно живет, это ребенок. Во-первых, пожелаю как бы все-таки эту помощь оказывать. То есть не надо думать, что кто-то другой это сделает. То есть сделайте сами. Это не так сложно. То есть позвоните, спросите помощи, вам поможет. То есть даже если вы не обладаете финансами, то есть сделая какой-то пост вот такой вот информационный, люди готовы помочь. То есть они скидывают готовые деньги, они готовы брать участие в жизни этого животного в дальнейшем. Просто нужно не пройти мимо. Вот это то, с чего начинается. Хай життя паре може все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова